Альберт и Наталья Наталья считает, что от ДТП никто не застрахован, что даже если ты опытный и аккуратный водитель и не станешь виновником аварии, то можешь стать его жертвой, поскольку на дороге много водителей неопытных и неаккуратных. Она волнуется и настаивает на покупке детского автокресла, ведь оно, как показывает практика, решающий фактор безопасности ребенка. Альберт ее переживания не разделяет и говорит, что поводов беспокоиться нет. Ребенка можно перевозить на руках или в люльке-переноске. К тому же оно крепится, а вот автокресло – это скорее прихоть, нежели необходимость. Когда перевозишь ребенка на руках, это удобнее и для него самого, и для родителей, поскольку так его можно будет покормить или укачать, если он расплачется. К тому же его позицию мотивируют финансовые соображения. Использование в транспортных средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%. При резком торможении, при скорости 50 км в час, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Современные модели кресел имеют способность удерживать вес более 1700 кг и при этом хорошо фиксировать все части тела ребенка. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств и при отключенной функции подушки безопасности. Получив самые неоспоримые аргументы, Альберт осознал неправильность своей предыдущей точки зрения и приобрел детское автокресло. Семья довольна выбором и теперь спокойно перемещается на автомобиле. Повторим правила перевозки детей в автомобиле. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. А на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств.